Вот открывается в редакторе файл иконки, вот здесь вот size и, допустим, надо посмотреть, так, здесь 55, тут 25, тут 25, а тебе можно, в принципе, попробовать сделать, ну давай, 45, 20, 20 попробуем, это размер месяц и год, да, 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 и как раз теперь все в экранчик у тебя вмещается, ну и не будем больше бабушку поговорить, это самое мучить, если все, вот встань на строку, где написано Linux Distributions, так, я просто хочу показать, вот, группа на bootable isos and windows, xp, семерка, восьмерка, по барабану, поднимайся на bootable isos, на групп, да, нажимай enter, и вот здесь, мне покажи больше больше левую часть экрана, о, нет, вот, да, наводи на OS Prober, на поисковик операционных систем, стрелочкой, и нажимай enter, и вот здесь нажми, еще больше мне покажи левую часть экрана, левую, о, там, где написано detect any OS, вот, по ней enter нажми, так, сюда, да? прямо enter, нажимай по нему, и все, да, вот у тебя он написал Windows Vista, на самом деле он просто у тебя зацепил Windows, и вот, допустим, ты Windows поставил, Linux у тебя невидимо не грузится, ты, значит, взял и вот запускаешь generic, нажимай на первое, 4.2.0, и ждем это самое загрузки, и она начинает искать у тебя операционную систему, и вот, в конце концов, видишь, у тебя Linux загрузился, а когда ты попал на Linux, ты уже идешь в настройщик меню загрузки, в Superboot Manager, он там у тебя начинает подключать все, что необходимо, и, как говорится, в период из песней, теперь выключи компьютер, и давай таким же образом попробуем стартануть Windows, зацепить так, иди снова в Group Bootable, enter, теперь снова пробник инсталляционных систем, ниже стрелочкой на следующую строку встань, Boot OS, да, enter, опять-таки, detect any OS enter, то есть, выявить любую систему, а теперь наведи стрелочкой на Windows Vista, вот, на самом деле, на слово Vista не обращай внимания, он любую Windows цепляет, нажимай, с таким простейшим, значит, вариантом, как вот чудо-флешка, вот у меня складовочки всегда можно скачать, ради бога, всегда можно стартануть любую операционную систему, у меня выкидывало по пять, по шесть операционных систем, которые у меня были восстановлены на компьютере, я стартовал с любой из них, цинамончик сидит, снова в Group Bootable заходи, да, и заходи, вот, install boot USB Сергей Стрелец, да, 64 биты выбирай, у тебя 64-битная? Да, enter нажимай, можно пользоваться, идешь в левый нижний угол, менюшку открываешь, идешь в жесткий диск, сверху вторая, Acronis Disk Director, это вот виндовозная программа для, значит, управления жесткими дисками, она прекрасно работает с дисками, значит, виндосовскими и с линуксовскими, вплоть до формата extension 3, их она может уменьшать, увеличивать что угодно, а если имеется расширение extension 4, она просто пишет, что не видит его и все, дает общий размер тома и все, и ни в каком он формате, там, никакой у него тип файловой системы, вообще ничего не пишет, все. Почему я всегда иду на компромисс, я ставлю на все свои сборки, значит, на своем жестком диске компьютера, я ставлю файловую систему extension 3, потому что ее видит и Acronis, и G-Party. Теперь закрой Acronis, открой снова менюшку и иди на первый пункт меню backup и восстановление. Тот же Acronis, только на true image. Вот это вот, нажимай. Когда-нибудь работал с Acronis? Да, на винде работал. Ну вот, здесь, значит, ты можешь создать себе резервную копию твоей винды на другой раздел жесткого диска. Проверить все это дело, а потом, если что-то случится, всегда взять и восстановиться. То есть, хорошие, надежные бэкапы. Вот практически и все. Ну, и теперь, значит, закрой Acronis, зайди в меню. Да, зайди снова в менюшку. И вот посмотри, у него масса здесь, как говорится, разделов, где многое, все, чего, значит, человек собрал для ремонта, починки винды. Да, абсолютно, да, очень много. И тут у команды. И сброс паролей там, и, ну, очень много чего. Поэтому, а тут уже в этом образе все, как говорится, у меня уже залито, это самое, побайтовая копия, один в один, человек ставит себе на флешку, она начинает работать. Единственное, что размеры флешки должны быть ровно 8 гигабайт. Потому что поставишь на 30 гигабайт или на 16, она все равно откусит ровно 8 гигабайт и будет использовать ровно 8 гигабайт пространства. Теперь перезагружаю флешку. Linux Distributions. Enter. От 20 января, ну, не такая уж и старая, давай, наводи на нее. Enter. Out. Вот, закрывай. Отменить. То есть тут это полновесная система. Да. Dropbox, закрывай. Должен был выскочить этот самый, конки, чем там показывает. Этот тоже, закрывай, отказывайся, не согласен. Обождет он. То есть вот это вот, в принципе, на флешке все взял, ввел пароли и работы с нее. Полностью настроена операционная система. Там, видишь, не загрузчик, супербуд менеджер стоит там, и настройщик групп кастомайзер. А на самом деле мне надо было поставить там только, допустим, system bug, g-parted, да и все. Теперь, значит, вот как, допустим, поисследовать, что там у тебя расположено на архитектуру твоего большого компьютера. Запусти g-parted, у меня во всех сборках пароль, знаешь, какой. Да. Давай. Запускает g-parted. Ну, давай посмотрим. Так, ну, я не очень хорошо видну архитектуру. Ну, вижу так. Во-во-во-во, все, тормозни. Так, ну, 100 мегабайт загрузочный сектор для винды. 68 гигабайт для семерки. 27 свободно. Кладовочка для винды под 300 гигабайт. И плюс 50 гигабайт у тебя, значит, для линукса и 40 свободно. Так, а теперь зайди на верхней горизонтальной линейке вид. И посмотрим, какой тип операционной системы. Информация об устройстве. MS-DOS. Ну, нормально, все. Закрывай. И вот теперь мы, значит, самую последнюю. Правой кнопкой мышки. Метка. Нажми. И вот вместо вот этой фигни напиши английскими буковками L, M, C. Linux, Min, C, N, M, M. Маленькими буковками. L, M, C. Написал? Да. ОК нажми. ОК нажимай. И нажми кнопочку применить. Вот эту, да? Применить. И в следующий раз у тебя уже вместо этой абракадабра на экране будет закрыть. Будет вполне понятное, так сказать, название. L, M, C. Linux, Min, C, N, M. Ну, вот практически и все. Ну, ладно. Юра, я, значит, тебя благодарю, потому что я это использую в видеоролике для пользователей, чтобы они еще раз оценили, как работает вот это вот чудо-флешка. Ну, и вот по своим, как говорится, вот по своему опыту, ты, насколько я понял, только первый раз ее пробовал, да? Да, да. Вот что ты считаешь, это самое нормальное вообще получилось, стучка? Я считаю, это очень хорошая вещь. Единственный недостаток я нашел, что надолго грузится цинамончик, ну, потому что там много программ. А мне в лом все это дело переделывать и вставить туда просто очень легкую сборку, только чтобы там был... System Bug и это самое, и G-Partied. А все остальное, честно говоря, действительно можно было... Тогда бы сборка грузилась быстренько. А здесь она нужна именно для ремонтных целей. Ну, ладно, все. Я желаю тебе всяческих успехов. Значит, давай, удачи тебе. Спасибо. Давай.